Высокая заболеваемость вирусными инфекциями подарила школьникам Наринмары и поселка Искатели внеплановые каникулы. Раньше всех в своей двери закрыла школа в поселке Геологов. За ним учебный процесс приостановили и в 4-й городской, а с 4 февраля на отдых отправлены все городские школьники. Почему вместо карантина ученики получили неделю каникул, расскажет Алена Валей. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе превышает эпидпорог более чем в три раза. На карантин закрыты детские сады в Красном, Великовисочном и Амдерме. Также образовательный процесс приостановлен в 35 группах 13 садиков округа. А вот школьники города и поселка Искателей получили внеплановые каникулы. Это не дополнительный отдых, а часть весенних каникул. Обычно они проходят в марте, но в связи с высоким уровнем заболеваемости их разделили. Так в Искательской школе они продлятся до 8 февраля. В школе номер 4 до 9. Такой нежданный отдых поможет снизить количество заболевших и позволит не закрывать школы на карантины. Мы должны будем проводить дополнительные уроки для очень большого количества классов, детей, в целом школы. Потому что согласно закону об образовании мы должны учебный план выполнить на 100%. Поэтому мы выбрали из двух зол меньшее. По такому же сценарию дополнительные каникулы получили ученики остальных городских школ. Первая, вторая, третья и пятая будут закрыты с 4 февраля. На образовательные программы это не повлияет. Зато поможет сдержать темпы роста заболеваемости. Спад заболеваемости в Российской Федерации, также в Ниндзьском округе, ожидается в конце февраля. Но не нужно расслабляться, потому что будет вторая волна заболеваемости, которая придётся на апрель месяц. Она будет менее интенсивной, чем первая, но всё же нужно... Главные рекомендации медиков по профилактике – это чаще бывать на свежем воздухе, мыть руки, заниматься спортом, а в многолюдных местах пользоваться медицинскими масками.